Если налогоплательщик не идет в налоговую, то она сама приходит к нему. Мобильный офис у ФНС развернулся прямо на входе в крупный торговый центр. Раз у людей находятся деньги на шопинг, то найдутся и на уплату долгов. Такова логика судебных приставов и налоговиков, которые проводят акцию совместно. К тому же, следуя народной примете, Новый год принято начинать с чистого листа. И сами видите, что у нас сегодня аншлаг. В первый день у нас аншлаг, так думаем, что будет продолжаться до пятницы. Задолженность разная, там 300 рублей, 1000 рублей. Один налогоплательщик заплатил за своего сына 5000 рублей. Через терминал мы подходим, консультируем. В топе списка должников находятся автовладельцы и не оплатившие налог на имущество. Срок уплаты истек уже больше месяца назад. А две трети тверетян все еще остаются должные государству. Очень пошел большой прирост задолженности. По московскому центральному и пролетарскому району около 100 миллионов. Некоторые, узнав о долге, принимают решение расстаться с деньгами на месте. К тому же в ФНС напоминают о начисляемых пене и возможной встрече с судебными приставами, но уже не в торговом центре. На самом деле акция очень удобная, потому что порой не хватает времени просто дойти до налоговой. По транспортному налогу не знала, что есть. Большой долг? 400 рублей. Решили сразу оплатить? Да. Почему? В Новый год без долгов хочется. Я знал, что надо платить дорожный налог. Но просто некогда, все работает, дети там. Ну вот, подошел, время свободное есть, узнал. Теперь заплачу, конечно. Найти своих должников надеются и судебные приставы. По итогам прошлогодней акции им удалось фактически закрыть более 2000 исполнительных производств и взыскать более полутора миллионов рублей. Узнать, как это можно погасить, как сделать сумму, например, если человек должен миллион, чтобы оплатить не сразу весь миллион, а оплатить частями. Но там или сбор будет вынесен с половиной 7 процентов, или через суд, как бы рассрочку платежа. Потому что, ну, миллион – это единораза, очень тяжело. Несмотря на то, что тверетянам настоятельно советуют включить предновогодний список дел «Возврат долгов», многие отказываются от возможности узнать наличие задолженности, не отходя от кассы. Раз тебе подходите, узнавайте свою задолженность по налогам. Нет. Почему не хотите? Ну, точно нету задолженность. Свою задолженность по налогам. И проходите, узнавайте свою задолженность по налогам. У нас нету. Я чист. Вы уверены? Да, я вообще абсолютно. Раз тебе проходите, узнавайте свою задолженность по налогам. Да, но у нас нету задолженности. А есть их нету? У нас нету. Весь процесс проверки занимает не больше минуты, поэтому тем, кто считает, что ничего не должен, советуют лишний раз убедиться в этом. Частые, как билы снег, с утопающим Новым годом. Марина Ивстраси, Виталий Осипов, Рентовый пилот.